Корпоративная газета «Руда» компании «Уралкалий» подвела итоги конкурса «Человек-года». В роли конкурсной комиссии и строгого жюри все сотрудники группы компаний, которые отдавали свои симпатии в виде голоса за того или иного кандидата на это почетное звание. Проголосовать можно было только за одного человека. Голосование шло на корпоративном портале и по телефону. Конкурс этот проводится второй год, то есть проект новый, молодой, но однозначно полезный для предприятия. Ценность проекта – это в публичном признании весомого вклада лучших сотрудников компании в общее дело. Напомним, в первый раз «Человеком года» на «Уралкалий» был признан Андрей Шпилевой, ныне директор БГПРУ-4, а ранее работавший на СКРУ-3. В этом году колейщики вновь выбирали между 12 кандидатурами. Это сотрудники подземного и поверхностного комплекса, рабочие, специалисты, руководители, которыми уже гордятся и на которых равняются их коллеги. Несмотря на разное образование, несмотря на разные занимаемые позиции, всех их объединяет одно качество – это искренняя любовь к своему делу, искреннее увлечение своей профессией, желание делиться опытом с молодыми колейщиками. В итоге с количеством 800 голосов «Человеком года» в группе компании «Уралкалий» был признан генеральный директор предприятия «Уралкалийремонт» Максим Томилин. Он начал свою карьеру еще в 1998 году, придя в котельный цех «2БИС» на Первом Соликамском рудоуправлении. Следующие ступени его карьеры – старший мастер силенитовой обогатительной фабрики, начальник участка по ремонту электрооборудования и главный инженер все той же фабрики на Первом рудоуправлении в Соликамске. Далее он несколько лет возглавлял одну из дочек «Уралкалия» – Центр автоматизации и измерений. Максим Леонидович признается, что испытывает радость и от поддержки своего коллектива, и, конечно же, от победы в конкурсе «Человек года-2017». Чувство победы, оно всегда приятно. На самом деле борьба такая нешуточная завелась, и люди так включились в этот процесс, что, ощущая всю эту поддержку серьезную, просто был поражен. Ну и даже был бы несказанно счастлив, даже если бы и победу не одержал, потому что на самом деле колоссальная была поддержка. Максим Таймилин всегда открыт новым направлением, подает хороший пример молодым колейщикам, тем, кто готов учиться и трудиться с такой же отдачей. Поэтому в любом коллективе, которым руководит, он пользуется заслуженным уважением, в том числе и там, который возглавил недавно. Коллектив очень слаженный, он не раз доказывал, что он с любыми трудностями может справиться достойно, поэтому я туда пришел, уже просто влился. Его подчиненные подтверждают каждое слово. Равнодушных к его участию в конкурсе не было. Максим Леонидович довольно недавно работает в нашем коллективе, но он уже показал себя очень динамичным, современным руководителем, двигателем. Мы все чувствуем себя единой командой за его спиной и по своим производственным вопросам каждый стараемся ему помочь. Ну а когда подчиненные всецело поддерживают руководителя, который к тому же еще и человек года, этому коллективу любое дело по плечу. Антон Старостин, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль-ТВ.